Книга открытым оком 3 том. Вопрос 1097. Взаимоотношения. После того, как вы сказали, что грешнику здоровье не нужно, я теперь здороваюсь с неверующими, лишь бы только не обидеть человека. Правильно ли я делаю? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если действия ваши вызваны искренним желанием поступать по Евангелию, то вы совершенно правы. Не верующему для чего нужно здоровье? Чтобы огорчать владыку неба и земли? По их здравии нужно молиться с большими оговорками. Например, так. Господи, вот этот человек волен. Не дай ему умереть без покаяния. Приведи его в сознание своей греховности и даруй ему веру Твою святую. Прошу во имя Иисуса Христа, какими путями обратить его, ты сам знаешь. Можно здороваться, говоря «доброе утро», «добрый день». И это ни к чему не обязывает. Просто вы констатируете сам факт, ничего не желая ему. Экклесиаст 1, 3, 4. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. С тех пор, как мир наш необъятный, от неизвестных нам начал, Образовался непонятно и бытие свое начал. Событий зритель величавый, как много видел он один, Борьбы добра и зла и славы и разрушения картин. Как много царств и поколений и вдохновенного труда И гениальных наблюдений похоронил он навсегда. И вот теперь, как и тогда, природа вечная сияет, Над нею бури и года, как тени легкие мелькают. И между тем, как человек, земли развенчанной владыка, В цепях страстей кончает век без цели ясной и великой. Все так же блещут небеса, И стройно движутся планеты, И яркой зеленью одеты непроходимые леса. Цветут луга, поля и степи, моря глубокие шумят, И горы за облачные цепи, В снегах нетающих горят. 1853 год. Никитин.